И вновь доброго времени суток, ищет канал Нукунс Парадокс, и это игра Школа Отчаяния. Ты у нас? Майзону Саяко. Кстати говоря, на Яки-куну. Да? Возвращаясь к разговору, когда мы представились, было кое-что, что ты хотела уточнить. Так, ясно, я взяла кнопку. Реакция. Когда мы представились? Это... Когда нас... нас только прервали, но я все еще хочу спросить тебя кое-что. Спросить меня? Интересно, о чем? Оно... Так, хорошо. Что-то не так? Яки-куну, ты случайно с шестой? Шестая средняя школа... Шестая средняя школа Некура, класс Б. Да, так и есть. Я знала это. Я ходила в шестую Некура тоже. Класс Д, ты знал? Как я мог не знать? Даже в средней школе она была невероятно популярной. Я просто не мог не знать о ней. Но сейчас удивляет другое. Неужели она помнит меня? Мы были в разных классах и никогда особо не разговаривали. Оно? Что-то не так? Нет, просто слегка удивлен. Не мог подумать, что ты вспомнишь меня. Конечно помню, мы ведь ходили в одну среднюю школу, разве нет? В средней школе всегда много учеников. И я ничем не выделяюсь из этой массы. Я абсолютно обыкновенный школьник с обычными вкусами и способностями. О чем ты говоришь? Такой глупый, Некура. Глупый? Тебе это смешно, а мне обидно. Она рассмеялась нескрываемым удовольствием. Какое сладкое успокоение приносит эта чарующая улыбка. Я не мог придумать никакого другого слова, чтобы описать ее, кроме как изумительное. Как чудесно встретить здесь кого, кого я знаю. Потому что мое настроение поднимается, когда я просто сговариваю с тобой. Это просто чудо. Да ничего. Во мне ничего особенного отличает вас, абсолютных учеников. Но один из них ты, единственный, кто составляет мне чувствовать себя смелее. Спасибо, когда ты так говоришь. Отлично, в качестве благодарности я буду твоим абсолютным помощником. А? Помощником? Я буду твоим помощником, Неги-кун. Я буду стараться делать все, что в моих силах, чтобы помочь нам выбраться отсюда. Слушай, как Майзона Сэн говорит, это... Я чувствую, как мое сердце наполняется решимостью. Undertale mod. Эх. Все это хорошо, но... Почему у никого до сих пор нет? Который час? Где-то поблизости должны быть часы. Часы вон. Посмотрим сейчас... Что? Уже семь вечера! Это... Это был бессознанний доля долг, Неги-кун. Она не преувеличивает. Безокон трудно ощущать течение времени. Если жить в таком месте слишком долго, можно тронуться умом. Оно? Все знают, что время уже пришло, правда? Надеюсь, они скоро придут. Не успела она договорить, как дверь столовой распахнулась. Смотрите, кто здесь, Неги-кун Майзона-кун. Всегда в первых рядах. Ох, а я думал, я буду первым. Ты только доказываешь, что недостаточно стараюсь. А я не задамся, в следующий раз моя победа предрешена. Справедливость всегда побеждает. Кажется, кому-то это действительно важно. Сразу после этого столовая наполнилась учениками. Кстати, с этого оформления всего сменилось вечерочком. И спустя несколько минут все были в сборе. Отлично, похоже, чтобы начать собрание немедленно. Давайте же вместе поделимся, подавим на этот следований. И выберемся, где то есть настолько, насколько это только возможно. Секундочку. Что такое? Какое имя, в общем-то, девочка с серебряными волосами? А, точно. Киригири Кьёко. Что насчет у нее? Ей здесь нет. Что? Он... Я кинул взглядом в столовую всю столовую. Как она и сказала, Киригири Сан здесь не было. Не. Эй, как думаете, где она? Кто-нибудь видел ее? Все только качнули головами. О, неужели кто ее не встречал? Причина, по которой ее нет. Возможно, в том... Хай! Избить, заколоть, раскроить, порвать, сжечь, раздавить, задушить, расчленить, проклясть. Способ не важен, главное правило тоже. Только ученик, совершивший убийство, сможет отсюда выйти. Вашими стараниями худший грех сможет прийти к лучшему исходу. Ни за что этого не может быть. Нет, я слишком много думаю, вот и все. Ты же, Киригири Кун, опоздать в первый же день. И опоздать это одно, а вот не сообщить об опоздании заранее. Анта! То, что ты говоришь, это типа невозможно, ты в курсе? Но время наш самый ценный ресурс. Я объявляю первое информационное собрание Академии Пик Надежды Открытым! Эки Кун, для начала... Давай я просим остальных, что удалось им найти. Верно, хорошая идея. Это похоже на... На что? Просто ты не чувствуешь, что я действительно твой помощник. Может, я пока не очень надежная, но я сделаю все, что в моих силах. Нет, я не думаю, что смог бы найти более надежного помощника, чем ты, Майзона Сан. Эх... Так, ну ты вряд ли что-то знаешь. Так, с кого бы начать? Бумс. Я не могу уйти сейчас. Куда уйти? А, я могу двигаться? Камера здесь тоже. Камера срежения становится нехорошей, в смысле, что кому-то виден каждый наш шаг. Правила мы запрещены ломать камеры. Это раздражает, я ничего не могу с ним плететь. Виндень. Монеточку нашли. Камера. Камера. Мне нужно узнать, что хотят рассказать остальные. Как мне... А, вот. Смотри. Так. Что хотят рассказать остальные. Я посмотрела на час и вздохнула. Так. Зелик. Канады. Севизор. На нем только школьные эмблемы, но от этого у меня мурашки похоже. Так. Вот. Вот. Чтобы ты ничего не пропустила, я постараюсь объяснить. Мы разделились на группу игре среду не школы. А, ну да. А? Тагами, Кунышу и Ишимару у нас провели с одиночку. Да, Икио Гирида сам тоже. Так. Тагами, Ишимару, Киригири. В своих поисках я пытался найти... Выйти на след преступника, что запер нас здесь. Но безуспешно, у меня все. Уже все? Было бы чем поделиться, непременно бы доложил бы. Но сейчас мне больше нечего добавить. Ну, конечно. Что ж. Дальше. Так. Я исследовал зону общежития. Где совершил открытие века. Для каждого из нас приготовлено своя комната. Это что, правда? Не для этого нужно было просто отключиться. Просто что вы слышите от открытия. Ну, уже в курсе. Это первое, что мы выяснили. Две им прикреплены таблички, которые указывают, что чья это комната. Кроме того, у каждого свой именный ключ. Значит, комната, в которой я находился, была моей. К тому же, похоже, что наша комната абсолютно звуконепроницаемая. Мы с Фуджисаки проверили это. Даже если кричать изо всех сил, невозможно услышать что-либо в комнате за стеной. Фига себе. Либо разработчики проекта разорились на звукоизоляцию, правда? И еще в комнате есть восхитительная чудесная душевая, которую нужно даже запереть. Но они запираются только в комнату для девушек. К тому тоже помню. Я абсолютно уверен, что мой душ был закрыт, когда я пытался туда войти. Странно, можно будет проверить еще раз. Они думают, что мы действительно будем здесь жить, черт возьми. Я предпочел бы иметь комнату, нежели не иметь. Так одной проблемы меньше. То есть это все, чем ты хотела поделиться? Не очень похоже на тебя. Школьная честь Са. Его только что назвали бесполезным. Это было обидно. Я закончила отчет. Кто следующий? Кито? Кито. Я на картина та же. Кито. 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 Какого хватает смелости поливать грязи от того, кого впервые видят? Мама! Давайте жить дружно, ага. Какой Леопольд место образил. Плохие разговоры блю participar кожа, ага. Ох! Он прав! Разве вы только.. Разве вы настолько близкие друзья чтобы разговаривать друг с другом таким тоном? Думаю моя Зона сан еще не поняла. Оно! Но все рассказали о своих результатах за исключение меня. Ну давай расскажем. Поведай нам, что тут новенькое. Я следовала столовую. Здесь есть кухня и холодильники, запитые едой. Похоже, нам не стоит беспокоиться о том, что мы можем проголодаться. Каким бы ни был запас еды, его все равно хватит только на пару дней, ведь нас 15 человек. Ты можешь просто грызть семечки. Я что, похожа на пташку? Не нужно волноваться, холодильник автоматически пополняется каждый день. По крайней мере, так сказал Монокомо. Ты его видела? Он появился, когда я смотрела холодильник, и сказал это, и тут же убежал. После этого мне с трудом верится, что он всего лишь радиоуправляемый. Телепортирующийся вооруженный плюшевый медведь. Даже не знаю, насколько это пугает. Но это в порядке. Не похоже, чтобы он собирался тебя съесть? Съесть. Эй, как ты говоришь, я собирался ее съесть? Он собирался ее съесть? Забудь. Осторожней, пухляк, ты пугаешь меня, ничего случайно не пил? Будто можно случайно выпить, а она... Вы двое, хорош дурачиться. Вообще, думайте головой, мы заперты в непонятном месте, где над нами висит постоянная угроза нашей жизни. Она права, сейчас не время страдать всякой херней. А действительно, нужно что-то делать. Следующим, что мы услышали, был голос, который оборвал разговор на полусловия. Смотрю, вы отлично проводите время. Еще не поняли все правды о нашем положении. Почему так долго, Хиригири-хун? Мы уже начали собрание. Ее ответом послужил лист бумаги, который она молча бросила на стол. Местный шпион. Это... Карта Академии Пик Надежды. Карта? Постой, где ты взяла это? Это так важно. Естественно, такой ответ распадает еще больше любопытства. Расскажи лучше о пользе этого куска бумаги. Согласно карте. Это здание по своей структуре и строению совершенно аналогичным Пику Надежды. Хочешь сказать, мы испырием настоящую Академию Пик Надежды? Сонне. По крайней мере, структурно. Ко всему прочему, имеет место ряд необычных модификаций. Модификаций? Демо. У меня на руках только карта первого этажа, так что я не могу знать деталей. Это... Значит, это действительно Академия Пик Надежды, куда нас не отправляли. И нас никуда не отправляли. А? Дерьмо. Ой, это школа... Выращивающая элиту на благо страны? Демо. Ну, а если мы в Академии Пик Надежды, то почему здесь нет других учеников? Да хорош, чуваки. Меня уворачивают от этих темных историй. Тебе не беспокоишь все происходящее здесь? Беспокоит? О чем ты? Говорил же, эта школа просто хочет нас хорошенько удивить. Если ты всегда будешь принимать такие вещи в близких сердцах, то будешь фровать гтоплазмой, ага. Правда? Да, вы. Хорошее случается с теми, кто умеет ждать. Так что нам нужно лишь ждать, пока шоу закончится. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Н-на-ни-о... Чему этот смех? Я всего лишь рада видеть, что наше расследование принесло настоящие результаты. Хе-хе... Ты вообще слушаешь? К какому месте это можно назвать расследованием? Никто не нашел выхода, никто не узнал, кто за этим стоит. Ага. Разве вы не сделали никаких важных выводов? Хе-хе-хе. Безупречная правда в том, что мы оказались в общетанном здании без средств на спасение. От таких слов мы могли только замолчать. Правда, которую мы так не хотим признавать, все же бросилась нам в глаза. Не напоминай. Отсюда нет выхода, что нам делать? Хе-хе-хе. Все просто, хочешь выйти, убей. Не пытайся даже шутить подобным образом. Ано... Давайте успокоимся, пожалуйста. Мы должны решить, что делать дальше, и для этого нужно собраться с мыслями. Как-то... У кого-нибудь есть идея? Адаптироваться, просто адаптироваться к жизни здесь. Что-то... Ты хочешь, чтобы мы смирились и остались тут навсегда? Понимаете? Неспособность адаптироваться означает неспособность выжить. Выживает не тот, кто зелен или умел, а тот, кто сумел приспособиться. Действительно... Исходя из всего сказанного, я готов сделать предположение. А, предложение? Мы заперто, а сия означает, что нам придется творить здесь не только день, но и ночь. Уверена, все помнят правила, упоминающие ночное время. Ведь так? Двадцати двух до семи объявляется ночное время. В течение него существует запрет на посещение определенных мест. Сон разрешен только в комнатах общежития. Мышленный сон вне комнат будет считаться нарушением. Я предлагаю добавить к этому правилу еще один небольшой пункт. Что именно? Запрещается покидать комнату в ночное время. Вот так. Школьные правила не запрещают бродить по Академии ночи, но я считаю, что разум не будет ввести поправку. Ха-а-а? Зачем это? Ха-а-а? В нынешней ситуации мы обречены проводить ночи, трясясь от страха. Что? Присутствуем воображение и образ убийцы за дверью. Что? Мы все просто садим с ума, дергаясь при каждом стороннем шорохе, раздавшемся посреди ночи. Нару-хо-до. Эти предупредительные меры вносят ограничения для придвижения в ночное время. Эй. Однако, в отличие от обычных правил, сие не обязательны для соблюдения. Оно зависит лишь от нас. Сикатанай, шо. Ну, думаю, я поняла. Как сказала эта годичная цепочка, без подобных правил мы все садим с ума. Садим друг другу с ума. Иди! Прожай, согласие от лица всех паралей. Ха? Эй, может, целый наш спросить? Ха-а-а, не? Значит, все в деле, замечательно. В таком случае, позвольте мне удалиться. О, куда ты идешь? Э-это. Скоро наступит ночное время, нужно принять душ перед этим. Ко-ки-ген-йо. Всем приятных снов. Элегантной походкой Сэля Сан покинула столовую. Ее движения были настолько естественными, что никому даже голову не пришло вмешаться и остановить ее. Э-это. Она впечатляюще спокойна. Будто спать в этом месте обычное дело. Хм. Адаптированность. Э-это. И что теперь, председатель? У нас уже на дно меньше. Ах, да. Что ж, на сегодня достаточно. Акатта-ка! И поблизится в ночное время, завтра обязательно встретимся, соберемся вновь. А-а-а! Значит, мы и правда будем начать здесь. Сиката-на, Сэо. Как будто у нас есть выбор. Без сна долго мы не протянем. Яре-яре-да-зе. Дадим этому дню закончиться. А что будем делать завтра? Я-хари. Единственное, наша цель закончить то, что мы начали. Если узнаем что-то, что-либо новое, сможем снова собраться. А-а-а! Верно, так и сделаем. А-а-а! Да давайте расходиться, я уже устала. Все медленно поприлитесь к выходу, готоваясь провести свою первую ночь в школьных стенах. Э-это... Ну, Эгик, он нам тоже, но стоит идти. Хорошо. Действительно, приехали. И действительно, я должен спать в этой комнате. Ах, да, опять же, нам нужно еще раз проверить душевую. Только душевые комнаты в комна... Душевые в комнатах девушек оснащены замками, верно? Что ж, давай-ка засейвимся. Система. Сохранить. Да. А теперь мы закончим серию. Это был канал Нуковнис Продокс, игра школы отчаяния. И если у вас есть совесть, и если вам понравилось, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны. А если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. Хорошего времяпровождения, я услышусь в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok